12.06 в Кирове. Это программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает ректор Вятского государственного университета Валентин Пугач. Валентин Николаевич, добрый день. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, радиослушатели. Большую часть программы мы сегодня посвятим вашей поездке в Москву, где в высшей школе экономики прошёл семинар «Практикум репутационный менеджмент вуза и региона. Правила игры». Это очень интересно, потому что непосредственная связь опорных вузов и регионов задачи, которые поставлены правительством перед вузами и регионами во взаимодействии. Это для кого-то ясное и прогрессивное будущее, а для кого-то до сих пор интрига и непонятно совершенно, кому это нужно. Поговорим чуть позже, потому что, конечно же, на повестке дня, прежде всего, результаты выборов. Вы, поскольку 7 и 8 числа были в Москве, удалось ли вам проголосовать вчера, 10 числа? Да, конечно, удалось проголосовать с утра, учитывая, что университет является площадкой для размещения восьми избирательных территориальных участков. Соответственно, я, как ответственный за то, чтобы всё работало без перебоев, объехал эти участки, посмотрел, всё ли хорошо организовано. После чего, с чувством выполненного долга, спокойно, с младшим сыном, которому 14 лет, и который, начиная всё чаще задавать вопросы про политические, общественно-политические события, происходящие в стране, в нашей области, я решил его сводить на выборы, просто показать, как исполняется гражданский долг. То есть, с такими комментариями, сказал, что где проходит голосование по месту жительства, далее получил по паспорту бюллетни, заполнил их в кубинке, при том, что он, уважая мое право на тайну, это голосование, конкретных вопросов, как всё-таки закройл и поставил галочку, он мне вопросов не задавал. А как он отреагировал на всё, что происходило вокруг, вплоть до антуража, который был представлен на избирательном участке, на количество людей, которые там находились? Да, он смотрел, спрашивал, что это за люди сидят вдоль стеночки, я ему объяснил, что это наблюдатели, соответствующие милиционеры следят за общественным порядком, и члены участковой избирательной комиссии, которые отвечают, несут ответственность за законность всей процедуры, за соблюдение. Поэтому все необходимые комментарии я дал, ему было очень интересно. Он задавал вопросы, насколько можно доверять результатам этого голосования. И что Вы сказали? Ну, сказал, что в целом по стране ситуация меняется на глазах в лучшую сторону от каждых выборов, и они становятся всё прозрачнее. И, собственно, я не знаю, те изменения, которые были внесены в законодательство по ужесточению ответственности за различные нарушения манипуляций во время выборных процессов, наверное, отрезвят очень многие головы, и люди гораздо более серьёзно будут относиться к тому, что они делают, и к последствиям. Да, мы тоже с дочкой были вместе на избирательном участке в день голосования в 2 часа дня, там, правда, никого вообще не было из голосующих, и я не видела там наблюдателей совершенно, было тихо и спокойно, второе ПТУ, пахнет щами и старым занавесом. Она как раз меня и спросила, и что, вот это вот выборы, что ты будешь делать там, вот на листочках поставишь галочки, она меня, правда, спрашивала, почему я за того голосую, или там, а не за этого. Вот видите, ситуация очень разная. Едем с летом. В разных участках, потому что у нас люди достаточно активно шли, не могу сказать, что была очередь, но 5-7 человек одновременно со мной расписывались в получении бюллетней, и, соответственно, спокойно голосовали. Играла музыка, пахло не щами, а пирожками, пироженками какими-то. Ну, лучше, мы так привыкли, это воспоминания детства, я помню, как меня точно так же отец брал с собой на выборы, но тогда еще играл духовой оркестр, вот это было здорово. Да, если вы успели посмотреть результаты выборов, то я бы хотела у вас спросить о ваших ощущениях. Вот самое большое разочарование от этих выборов касается ли это кандидатов, того, как проводились выборы, в том числе и предвыборная кампания, и самое большое удовлетворение. Что касается удовлетворения, я считаю, что итоги губернаторских выборов логичны и закономерны, и было бы очень странно и неожиданно, если бы они были какими-то другими. Потому что другие оппоненты от победившего кандидата выглядели откровенно слабо, и мне бы очень не хотелось, чтобы кто-то из них имел даже шанс на победу. С их стороны, во-первых, не было представлено вменяемой программой, в отличие от Игоря Васильева. И, соответственно, кстати, отдельная история, что я думаю, что на этот результат в том числе и повлияло, несмотря на погоду, сложные условия, тяжелое такое лето, холодное, дождливое, все-таки темпы ремонта дорог, по крайней мере, в городе. И мои знакомые, многие отмечают, что это было очень хорошо и правильно. Это вы сейчас к чему? Про темпы ремонта дорог? Что дороге удалось до осени здорово подлокать. И поэтому люди приехали голосовать или что? И это тоже повлияло. На то, что Васильев победил? Да. А, то, что были сделаны дороги, это сыграло на руку Васильеву, да, я не очень поняла. Конечно. Что касается разочарования, мне очень жаль, что борьба за статус депутата городской думы, собственно, а значит, и за должность председателя, главы города городской думы была неинтересной. Не было общественных дискуссий, не было соперничества, программ, идей, предложений по тому, как изменить политику, улучшить политику управления и развитие нашего города. Большинство наших жителей области, более половины живут либо в городе, либо в пригородах. И для нас перспективы развития города Кирова, ну, вопрос очень насущный. И было бы очень интересно, и мы готовы были, мы, я имею в виду университет, были готовы на экспертном, содержательном уровне, на креативном, поддержать эти дискуссии, в них поучаствовать, сделать их более интересными, открытыми. И я думаю, что многим жителям нашего города интересно послушать или самим принять участие в обсуждении, что и как нужно делать в нашем городе. И этого не было. Хотя возможность была уникальной. Ну, я сама лично слышала только двух, трех кандидатов, пожалуй, которые говорили здесь, в нашей студии, о том, что они собираются сделать в городе. Те, кто приходил, хоть те и говорили. Это Алексей Кузьмин, Юрий Львович Шельмензон, четыре, получается, Владимир Журавлев, ну и, собственно, господин Сураев, который вообще заявил здесь, что он готов пойти на пост мэра, потому что он видит так-то и так-то развитие нашего города. А остальные, как мне говорили представители Единой России, они встречались во дворах и, видимо, там вещали о своей позиции и о своих планах, но мы о них не знаем. Особенно учитывая, что пришло всего 30% людей голосовать, что в городе, что в регионе, всего 30%. Не удалось зацепить людей вот этой темой, возможно. Ну, это нам о чем говорит, что явка у нас 30%. Это вообще нормально, что явка 30%? Она низкая или она такая достойная? Если смотреть на то, что происходит в мире, как голосуют в Европе, ну, не считая выборов Трампа, когда там ажиотаж и борьба привела к тому, что очень высокая явка была в Америке, то обычно муниципальные, региональные выборы, и там тоже проходят с достаточно низкой явкой, менее там иногда бывало там и 20%. Поэтому треть от всех проголосовавших, я считаю, ну, это нормальный процент. Ну, конечно, можно было бы и лучше, и больше, но не критично, мне кажется. Тот, кто захотел, тот, кто считал, что он причастен к управлению своим будущим, они пришли. Может быть, даже хорошо, что не было искусственных, я вас в том случае не слышал, ни в интернете не читал, ни сам не видел никаких свидетельств на того, что явка нагоняется искусственно, что кого-то сгоняют, что кого-то заставляют, и вот там утром в интернете посмотрел, вроде бы сигналов таких не получил, ну, это уже хорошо. Да. Я хотела вот о чем вас спросить. Я хотела спросить про ваших студентов и преподавателей. Насколько нынешние студенты и преподаватели вообще увлечены политикой или вовлечены в ней? Я думаю, что по сравнению с тем, что было 5 или 10 лет назад, студенты стали больше интересоваться общественно-политической жизнью страны и региона. Выросло новое поколение людей, которые не помнят или не знают, что такое Советский Союз, и их зрелость, юность, школьные годы уже пришли на такие спокойные 2000-е годы, и, соответственно, на интернет, на эпоху интернета, соответственно, они гораздо больше информации получают, имеют возможность сравнивать, и поэтому они интересуются больше политикой, чем раньше. Другой вопрос, что это интерес такой спокойный, не агрессивно активный, будем так говорить. Поэтому я не думаю, что они в случае каких-то своих несогласий склонны к каким-то радикальным действиям. Они склонны смотреть, анализировать, принимать свои какие-то решения и участвовать. Интересно было бы, конечно, посмотреть статистику по итогам опросов тех, кто пришел, сколько лет, чем занимаются, что это за люди, изменилась ли пропорция, что обычно традиционно большинство проголосовавших это пенсионеры. Мы чуть позже ее точно получим, эту статистику. Да, да, и ее можно будет и посмотреть, и проанализировать. И проанализировать, да. Я задам еще один вопрос, что касается студентов и политики, но уже после короткого перерыва, буквально через несколько секунд. Продолжается программа «Особое мнение», и у микрофона Светлана Занько свое особое мнение сегодня высказывает ректор Вятского государственного университета Валентин Пугач. Мы завершаем тему с выборами вот каким моим вопросом. Согласитесь ли вы с той позицией, которая не раз звучала в СМИ, и здесь в этой студии тоже, что в региональном парламенте, как и в городской думе, и в правительстве областном, в администрации города слишком мало молодых, смотрящих вперед и живущих не в прошлом, а в будущем людей? Слишком мало или слишком, или не мало, сложно говорить. Я бы не увязывал способность думать о будущем с возрастом. По моему мнению, можно быть молодым, но при этом темным, забитым человеком, который не смотрит, что вокруг него происходит, а можно быть взрослым, опытным, но при этом активно развивающимся человеком, который занимает активную гражданскую позицию по изменению ситуации вокруг себя, по преображению мира и развитию, и, соответственно, и города, и регионов. Поэтому нужно смотреть, вот мне сейчас очень интересно посмотреть итоговый список тех депутатов, которые придут в городскую думу, там же были разные люди, ведь это право горожан, пришедших на выборы, отдавать предпочтение. Судя по кандидатам, кстати, с удивлением обнаружил, когда получил бюллетень для голосования по своему округу, что один из кандидатов, это студент Вятского государственного университета, второго курса. Вы его знаете? Нет, он со мной не советовался, принимая решение отобалотироваться. Я к чему говорю? Надо просто завершать с этой темой, там, может быть, в сравнении с натяжкой, но хотелось бы сравнивать с этим. Когда ты читаешь биографии людей, которые заканчивали, например, Оксфорд какой-нибудь, или Гарвард, или Кембридж, ты понимаешь, что выпускники финальных курсов университетов уже четко понимали, куда они пойдут, хотят ли они стать сенаторами, хотят ли они пойти в правительство, хотят ли они там достичь каких-то постов в управленческой элите своей страны. И, как мне кажется, в регионе наличие такого вуза, как ваш, опорный, должно бы определять как раз качество людей, которые приходят во власть. Лично я пока не вижу, что выпускники наших вузов ярко себя проявляют, как уже будущие или, наоборот, действующие политические лидеры. Вот даже вы не знаете вашего второкурсника, который пошел в городскую думу. Чего-то он туда пошел, говорится. Это его право. Да, конечно. Почему я должен был его отследить и вызвать к себе на коверах? Нет, но мне кажется, что политики это не те люди, которые незаметны. Что касается роли университета в формировании политической, общественно-политической элиты нашего региона, вы точно ошибаетесь, Светлана, потому что, если посмотреть анкетные данные подавляющего большинства руководителей всех уровней, муниципального, областного бизнеса, среды, то более половины из них, а я думаю, что по промышленным предприятиям и больше, это выпускники нашего университета. Либо политеха, либо гуманитарного университета. Мы сейчас это все наши выпускники, мы их всех считаем своими. И, соответственно, абсолютно уверен, что региональная элита сформирована местными кировскими вузами. Другой вопрос, что они уже давно выпускники, и нужно, я слышу ваши намеки интернационные по поводу того, к чему вы подводите, что, безусловно, нужно стимулировать и поощрять, если молодые и талантливые специалисты, выпускники вузов будут активно идти, в том числе, на муниципальный уровень управления и предлагать всяческие идеи. Но тут есть несколько но. Первое но. Они, перед тем, как идти в депутаты, должны приобрести, кроме знаний в университете, еще хоть какой-то практический и жизненный опыт. Иначе мы рискуем получить веселый паноптикум, где будут звучать всяческие фантастические, малореально реализуемые идеи, а народ от этого очень быстро устанет. Поэтому люди должны все-таки пройти какую-то школу жизни, профессиональную, личную. Во-первых. Во-вторых, для того, чтобы они были такими яркими, талантливыми и достойными, чтобы их избрали, необходимо изменить формат подготовки студентов. Чему, собственно, я и хотел бы рассказать, что мы, кроме теоретических и, желательно, практических навыков по специальности, по профессии, должны что-то такое давать студентам, чтобы они к концу окончания университета, бакалаврия, либо магистратуру, либо аспирантуру, чтобы они раскрывали все свои таланты, которых они знают, и, может быть, и не знают, и не догадываются. А это изменение внутренней среды и процесса образования в университете, о чем мы много раз рассказывали. И о чем вы говорили на последнем семинаре практиками, если я правильно понимаю. Итак, 7-8 сентября в Москве в Высшей школе экономики прошел семинар-практикум «Репутационный менеджмент вуза и региона. Правила игры». Посмотрите, как важно здесь, что вуз и регион связаны в единое целое. Репутация вуза – это репутация региона. И несколько докладчиков на эту тему как раз и говорили, что это очень тесная связка репутации вуза и региона. То есть может быть очень хороший университет, но если репутация региона не очень благополучная, то меньше шансов привлечь извне своего региона или удержать своих, чтобы они остались и учились в этом университете. И наоборот, может быть прекрасная репутация региона, там плещется море теплое, солнышко светит, все хорошо. Но если университет никакой, то никакими рекламными роликами, никакими красивыми словами и обещаниями не обманешь население. Потому что, ладно, еще приезжих можно там какими-то красивыми заманухами рекламными обмануть, а население своего города ты не обманишь. Потому что преподаватели все живут здесь, и мы общаемся каждый день, и жители своего региона, как правило, достаточно хорошо через знакомых, через своих детей, через бывших выпускников, через всяческие контакты, они в целом знают, хороший вуз или нет, слабый, нужно туда отправлять своих детей, или от него нужно бежать как можно дальше. И вот что такое репутация университета, что такое репутация региона, как ее изменить, была очень интересная дискуссия. И в первый день этого семинара практикума, и во второй, в высшей школе экономики, изучали очень интересные идеи, обмен мнениями. Мы послушали выступление одного из испанских университетов, где за 20 лет удалось из заштатного регионального вузишка его вытащить. Университет Навары. Навары, да. В топ ведущих университетов Европы. Было очень интересно послушать представителей этого университета. И, соответственно... Расскажите, за счет чего университет Навары стал ведущим мирово-научным центром? Вдруг? Как я понял, они работали с репутацией вуза, очень организовали хорошее взаимодействие с регионом. Ну, алгоритм очень простой, понятный. Другой вопрос, как это все реализовать. После чего, за счет репутации, они смогли удержать более качественных абитуриентов, студентов у себя, и смогли привлечь ведущих профессоров своей страны и Европы к себе в университет. Следом подтянулись партнеры, спонсоры, всяческие организации, которые стали партнерские отношения выстраивать с университетом, и жизнь закипела, забурлила, после чего, ну, это же как работает такая петля обратной связи, изменения улучшаются, там, еще лучше контакты, еще лучше происходят, больше денег приходят, более качественные люди, и, соответственно, университет стал развиваться активно. Да, давайте посмотрим на репутацию нашего региона, которым до сих пор, я думаю, что, возможно, еще долгое время будут называть дотационным, депрессивным, малоперспективным. Вот какая репутация пока что складывается. И все усилия по наведению элементарного порядка, это пока начальный этап изменения как раз репутации этого региона. Вы, конечно, поспорите со мной, если не согласны. Как при такой репутации региональной может подняться ВУЗ? При слабой репутации региона университету подниматься в города сложно. Другой вопрос. Я считаю, что то, что глава региона публично на федеральном уровне поставил себе цель по изменению существующего положения дел и приступил, разработал программу, фермирует команды, успешно прошел выборы. То есть население услышало его цели и задачи, и способы, как он их донес решения, и поддержало. То есть губернатор Игорь Владимирович получил мандат доверия. Неплохой, который он имеет возможность реализовать. То есть первый шаг сделан. Притом мы идем, по большому счету, параллельными курсами. Университет новые цели и задачи для себя это поставил, и губернатор новые цели и задачи поставил. Буквально вчера разговаривали с Игорем Владимировичем по поводу того, что есть целый ряд предложений у нас, и у него есть целый ряд предложений. Мы договорились на этой неделе встретиться и обсудить уже конкретные планы работы после того, как выборы состоялись. Теперь мы можем спокойно планировать наши дела. То есть вы встречались с Васильевым вчера в день выборов? Да. И договаривались с ним о будущем взаимодействия, не зная еще результатов выборов? Если я увижу, что идет губернатор... Я вообще стараюсь при каждом удобном случае, когда я вижу губернатора, главу города, любого руководителя предприятий, вот увидя на улице, в кабинете, на площади, на театральной, я всегда стараюсь воспользоваться этой минуткой, потому что все люди заняты, и они, и я, для того, чтобы обменяться новостями, сказать какое-то предложение. Почему бы нет? Я хочу сказать, что, конечно, да. У нас Ваши воспитанники, можно сказать, ведущие программы «Открывашка», сделали недавно то же самое. Они подошли к Игорю Васильеву на одном из мероприятий, пригласили его в программу «Открывашка», на что он дал свое согласие прямо под телевизионные камеры. Посмотрим, как он будет. Возвращаясь к репутации региона университета. Это мы после их короткой рекламы. Работа в интересах развития экономики региона – основной приоритет для опорных университетов, созданных в рамках проекта Минобранауки России. Об этом постоянно, ежемесячно говорят представители Минобра, в частности, госпожа Васильева, которая возглавляет это министерство. Было буквально 6 числа, накануне семинара, о котором сейчас идет речь в нашей программе, в очередной раз ставила задачи и подводила итоги полуторалетней работы опорных вузов первой волны. Мы эту историю обсуждаем сейчас в программе «Особое мнение» с ректором нашего опорного вуза, Валентином Пугачем, у микрофона работает Светлана Занько. Итак, репутация университетов, как она связана с репутацией и имиджем региона, как нужно работать вместе, какие выводы были сделаны после семинара практикума, и чем наш вуз, просто хочется это услышать сейчас, чем наш вуз уже сейчас, за полтора года, может, не то чтобы, мне не нравится слово, похвастаться, может продемонстрировать, для себя констатировать даже, знаете, не демонстрировать, может быть, тому же региону, а констатировать для себя, что вот это мы сделали, здесь справились, и очень хочется услышать, какие серьезные, может быть, какие-то системные проблемы вскрылись в процессе изучения поставленных задач и выработки стратегий их решений. Хорошо, если успеем мне это все рассказать. Давайте очень кратко, тезисно. Я хотел бы напомнить по поводу того, что несколько лет назад еще при министре Ливанове резко изменилась политика Министерства образования и науки Российской Федерации. Если до этого все вузы, которые являются федеральными в большинстве своем, 99%, несмотря на расположение свое в любом регионе, они жестко подчинялись политике Минобра, и основная у них задача была выпускать специалистов по тем направлениям, по которым они получали бюджетные места. И вот эти вузы традиционно, у них была задача выполнить заказ своего учредителя и выпустить энное количество специалистов. Желательно, чтобы не сильно их ругали, критиковали за недостаточное качество подготовки таких специалистов. Это была основная задача, миссия практически всех вузов изучала примерно так. Подготовка специалистов для отраслей народного хозяйства. Иногда была какая-то привязка к какой-то региональной специфике. Где-то шахтеров больше готовили, где-то металлургов, где-то химиков. Ну, собственно, так больше они ничем особо не отличали друг от друга. В одно прекрасное время Минобра сказал, так, все, мы перестраиваем работу. Я сейчас утрированно, прощенно говорю своими словами. И мы очень хотим, чтобы вузы России резко прибавили свою конкурентоспособность на мировом уровне и занимались, кроме подготовки специалистов, научными исследованиями гораздо шире, активнее, чтобы эти исследования были конкурентоспособными на российском и мировом уровне. А еще мы хотим, чтобы вы находили предприятия, партнеры, заказчики ваших научных исследований, экспертиз и так далее. А еще мы у вас будем мерить эффективность, мы у вас будем ранжировать, мы у вас будем определять, кто лучший, кто средний и кто слабый. Лучшие и средние будут получать дополнительную помощь, финансирование, поддержку в всяких формах, а слабые будут кандидатами на поглощение, слияние или закрытие, ликвидацию. По стране прошла волна массового закрытия филиалов и государственных, и негосударственных вузов. Рособоронадзор резко ужесточил аккредитационные и всяческие другие мониторинги и требования к вузам. И мы видели просто вот каждый месяц пачками отзывались свидетельства об аккредитации, лицензии и так далее. Количество вузов по стране, я сейчас точно не помню, но как минимум на треть, если не наполовину сократилось в целом. И вот это недовольство обществом, что вот непонятно кого готовят, что дипломы обесцениваются и так далее, и так далее, вот этот негатив, вот это недовольство стало потихоньку спадать. Мы можем в Кирове сказать, что десятки филиалов и приличных, и не очень приличных вузов, не буду сейчас говорить названий, просто закрылись, ликвидировались и так далее. Кроме того, произошло объединение, укропнение двух ведущих университетов нашего города, и мы стали одними из самых больших в Кировском федеральном округе. Это вот такая. А далее мы, после того, как мы заявились на статус опорного университета, мы стали и с учредителем, с министерством образования, и у себя в университете активно вести дискуссию с коллегами, что такое опорный университет, каким функциям, задачам он должен отвечать. И тут единое мнение было, что нужно резко изменить формат взаимодействия университета со своим регионом. Я много раз уже на эту тему рассказывал, что мы должны по максимуму... Во-первых, университет для себя сказал, что власть депутата и исполнительная власть правительства области и правительства, руководства муниципалитетами, это хорошо, но университет должен занять свою нишу в вопросах развития своего региона. И далее все факультеты, инженерные, гуманитарные, все по своему направлению стали у себя... Мы провели в прошлом году, этой зимой, целую серию стратегических сессий, внутренних обсуждений, когда ведущие специалисты того или иного факультета собираются на целый день, выходной там день, как правило, мы по субботам это делаем, пятницу, субботу, и активно обсуждают и анализируют, кого мы готовили, каких специалистов, с какими компетенциями. Нас приглашали на эти стратегические сессии ведущих стратегических партнеров предприятий, организаций, учреждения по своей отрасли и получали обратную связь, рассказывали, спорили, критиковали друг друга, находили компромисс, общий план. В результате каждый институт и факультет университета сейчас имеют либо готовый документ, либо какую-то программу действия и описание своей ситуации и программу развития. Кроме того, я хочу сказать, что все заведующие кафедры, деканы, факультеты сейчас не могут избраться на свою должность, не предъявив ученому совету университета свою программу развития. Кроме того, мы для себя сделали вывод, что кроме отраслевого развития в любом регионе большую роль играет активность граждан, физических лиц, различных комьюнити. Которая традиционно в нашем регионе не слишком высока. Которая невысока. И вот мы в течение всего прошлого года, этой зимы и в этом году, мы сформировали целый такой... Во-первых, нашли у себя в университете неравнодушных преподавателей, студентов и аспирантов, которым было интересно бы заниматься какими-то социальными проектами. Сгруппировали их проектные команды. С этими проектными командами вышли в город, к общественности, к различным партнерам, музеи, библиотеки, предприятия, организации. Особенно малый и средний бизнес, у которого есть желание что-то изменить. И там тоже молодые, креативные, как правило, такие активные ребята, но которым нужно с кем-то договориться. И была запущена целая серия различных... И мы регулярно и в средствах массовой информации у вас в эфире рассказываем, какие у нас интересные проекты. Просветительствики, лекции политехнических, ботанический сад, фестивали науки, Центр интеллектуальных консультаций, квартал 119. Мы уже на слуху эти все проекты. И вот эта масса проектов была запущена. Многие из них успешно развиваются. В результате мы получили даже по статистическим данным все увеличивающийся поток партнеров, людей, которые приходят в университет и вместе с нами реализуют наши проекты. Вот эта социально-культурная активность, которую мы в плановом резком количестве увеличили в течение этих полутора лет, было замечено, во-первых, и согласно статистике нашей, и по субъективным ощущениям в городе, и было замечено на федеральном уровне. Именно поэтому меня попросили на этом семинаре выступить и рассказать, как, собственно, университет, не имея там сильных ресурсов, смог резко активизировать свою социально-культурную просветительскую функцию в нашем городе. И, собственно, я об этом рассказывал ярко, с примерами. Была презентация, видеофильм был показан. Было очень много вопросов со стороны других вузов. Мне все время спрашивали, где вы на это нашли деньги, что было сказано, что да, часть денег нам пригодилась из тех, которые мы получили дополнительно на развитие нашего университета, а часть денег мы получили от партнеров, а многие вещи сделали, что называется... На энтузиазме. На энтузиазме, да. Потому что мы помним прекрасно, что на проекты 80 миллионов из рассчитанных средств не то, что недополучено было, но просто урезано было, да, по-вашему? Потому что мы меньше получили, чем рассчитывали. Ну, в стране... Кому немножко, кому немножко. 80 миллионов-то я считаю, что это немало. Тем не менее, по итогам 2016 года университет был назван лучшим упорным университетом в стране по совокупности всяких факторов. В завтра к нам приезжают два эксперта от Министерства образования и науки и Национального фонда развития образования с мониторингом визитом, и они будут смотреть, как у нас дела идут в этом году. А самое-то главное, Валентин Михайлович, мы уже заканчиваем. Должна ведь была показательной стать приемная кампания. Она завершена уже? Приемная кампания для очной формы обучения завершена. Есть какие-то разницы в результатах? Вы почувствовали? Ну, у нас, несмотря на худшую демократическую ситуацию и менее удачно сданные ЕГЭ этого года, мы увеличили балл ЕГЭ в этом году. Вы планировали как раз поднять балл? Да, мы это сделали. Во-вторых, знаете, такое субъективное впечатление, что мы получили в этом году гораздо больше стабальников и олимпиадников, чем в прошлые годы. То есть, самые лучшие, которым без проблем могли поступить в вузы Москвы, Питера или уехать вообще за границу, с удовольствием бы их взяли, они остались учиться в Кирове, в нашем университете. Мы заканчиваем программу «Особое мнение». Давайте с вами договоримся, что вот, поскольку уже действительно есть итоги вступительной кампании, и очень интересно узнать, какие новые курсы, может быть, какие новые темы предлагаются. Это тема отдельного разговора. Да, давайте сделаем дневной разворот и расскажем про это. Спасибо большое. Валентин Пугач, ректор опорного музыки «Роскробость».